Здравствуйте, дорогие любители фиалок! С вами канал Потошные Фиалки. Вас приветствует Татьяна. Я представляю вам сегодня фиалку сорта ЕК Шахматный Король. Фиалочка набрала бутонов много. Есть вот тут три таких вот уже больших распустившихся цветка и целая куча маленьких цветоносиков с бутончиками. Фиалка очень интересна, конечно, цветом. Соцветий вот этих цветочков. Это сиренево, даже фиолетово-лиловый цвет с тоненькой бахромой, каемочкой белой и с более вот такой вот ярко выраженной белой серединой. Достаточно широкой полумахровой цветы на таких вот достаточно длинных цветоносах, которые прекрасно держат форму. Вот видно даже. Не заваливаются. Вот такие вот солдатики, как положено королю, даже и шахматному, стоят, держат оборону или наоборот, ведут свое войско к победе на шахматной доске. Листики, вот эта розетка зеленая, напоминает, наверное, клетки шахматной доски, на которой стоит король. Как ему положено, на страже, грациозно, с чувством собственного достоинства. Листья не крупные, аккуратная такая розетка. Вот на фоне этой моей розетки видно, что фиалочка получала достаточно много света. Видите, слегка опущенные листья практически обнимают нижние листья горшок. И вот на некоторых листиках видны пятнышки. Вот я говорю, что фиалка она иногда сама подсказывает, что ей не нравится. По цвету этой фиалки было реально много. Она хоть и стояла на западном окне, но были дни, когда был очень актив. Да, солнце даже после обеда. И вот, видимо, немножечко лишнего света она схватила. Вот. Теперь она у меня стоит в более таком притененном месте. И думаю, что все наладится. Это не катастрофически. Надо просто немножко создать ей условий получше. Да, листики укладываются в такую шахматную доску, на которой разыгрывается. Очень интересная, сложная партия. Цветок необыкновенно красивый. Тут очень насыщенный такой цвет. и вот, если приглядеться, видны такие мелкие-мелкие фэнтези на цветочках. Такие точечки, штрихи вот из-за света, они очень мелкие, но их вот все равно видно. Если присмотреться вот к цветочку, вот тут вот они видны прям вот они мелкие-мелкие, белые такие точки. ну вот сейчас она будет стоять в более прохладных, более притененных условиях, чуть подальше от того места, где она стояла. И я думаю, что вот эти вот белые маленькие штришки, маленькие точечки появятся на фоне вот этого красивого лилового цвета более-более отчетливо. такие вот фантазийные фиалки, на которых должны быть фэнтези, они как раз и любят все-таки условия попрохладнее и не настолько светлые. Чуть-чуть все-таки надо, значит, как-то так на эту фиалочку двигать. Прошлое цветение она стояла у меня в другом месте и цвела вот с более выраженными вот этими фантазийными штришками. Ну, она и сейчас очень даже прилично выглядит. Вот она на фитильке у меня, но она не вытягивается, она достаточно компактная. Листья такие стеганные, не сильно стеганные, но видно, что простеганные, а круглые практически нет. Зазубрин, зубчиков вот у края у листиков они ровненькие. Ну и несмотря на то, что был пересвет, розетка в нормальном состоянии, нету загущения. Хорошо раскладываются листики. Вот сейчас она немножко постоит в тени, я еще уберу у нее нижние листья, которые ей не нужны. и она очень хорошо будет себя чувствовать и радовать меня своим цветением. Хорошая фиалка в плане, что она не требует никаких лишних усилий, все стандартное. Вот листики как раз по ним видно, что наверное света было многовато. пятна. Мы уберем эти нижние листы. Я всегда говорю о том, что их надо убирать. Они и так фиалки не нужны. Я их прямо обламываю. очень хорошо обламываются. Но вот такие листы укоренять не надо. Сюда лучше выбрать, если хочется укоренить какой-то здоровый листик. Вот это все, что снизу висит и обнимаем горшок, это нам вообще не нужно. Вот видите, все равно есть пятна. Это вот прям стопроцентные ожоги. Вот такие листики сомнительные надо все убрать, не нарушая симметрии фиалки. Более-менее, чтобы она была декоративного вида. Все, что лишнее, все, что разбивается из ряда, нужно убрать. она побыстрее молодится. Вот она даже сейчас, после небольшой операции, легкой, прекрасно выглядит. Такая вот красота. Вообще цветы сиреневых оттенков, фиолетовых, сиреневых оттенков стимулируют в людях творческие начала. и заставляет включать творческие какие-то начинания в себе. Поэтому, если вы хотите творить, если вы хотите творческого вдохновения, шахматный король, ЕК шахматный король, это ваш цветок. Подписывайтесь на мой канал, заходите в гости. Мы с моей помощницей, вот она уже уснула. Одна из двух моих помощников. Она очень-очень любит слушать, как я вам вещаю про фиалки и стриптокарпусы. Всегда лежит со мной рядом. Я в основном могу рассказывать про цветы вечером, когда уже все спят. И она вот как верная моя подруга, моя подружка Нюша, всегда со мной рядом. Маленький песик уже убежал, Тоша нож запивала. Она вот лежит и наслаждается прекрасным. Всегда со мной, всегда рядом. Вот еще раз напоминаю вам, что это шахматный король. Жду вас к себе в гости. Берегите себя. Всем пока. Субтитры 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 Субтитры